Я вам прислала ссылку на коллаб, вы можете его скопировать себе и работать отдельно, ну, как обычно, в общем-то, вот, также это ссылка с возможностью комментирования, поэтому во время семинара я бы хотела, чтобы мы как бы все вместе все писали, ну, плюс-минус, вот, вот, и поэтому, когда там будут какие-то задания на написание кода, я бы хотела, чтобы вы добавляли свои комментарии, типа решения, вот, ну, то есть код, там, скорее всего, все равно будет это анонимно, вот. То есть мы все пишем в один документ? Ну, тут не совсем, к сожалению, так вот все прекрасно, ну, то есть, короче, там нельзя в коллабе сделать так, чтобы прям было видно код, ну, типа каждого участника, типа, вот, короче, оно не настолько интерактивно обновляется, чтобы прям можно было видеть, как все пишут код, вот, я сейчас расширю, просто покажу, что я имею в виду. Так, вот мой экран, что мы сделаем, типа, так, сейчас, ну, вот, условно, там, вот, будет первое задание, вот, например, your code here, вот, писать в этом файле вы не можете сам код, вот, но можно написать, типа, вот, комментарий и, например, пробовать дописать, ну, то есть вы можете скопировать, короче, этот семинар себе в коллаб отдельно, чтобы можно было код писать, вот, а потом просто, когда вы написали какое-то решение, вы его просто, ну, копируете и вставляете как комментарий, вот, потом через некоторое время просто обновляю, я вижу все ваши комментарии, вот, и я могу, ну, по-моему, эти комментарии будут, типа, типа, как неопознанные обезьяны и так далее, поэтому вы можете не переживать, что у вас там что-то неправильно. Я просто хочу немножко интерактива, чтобы не я написала вам код, чтобы понять вообще, насколько, какая часть людей понимает, что происходит и не понимает, и, может быть, нужно еще что-то объяснить, вот. Потом вы просто, как бы, писать комментарии, там, ну, не знаю, принт, комментируете, я потом обновляю, я вижу все эти комментарии и просто можно будет хотя бы как-то взаимодействовать с вами, вот. Ну, и, конечно же, обязательно задавайте вопросы, если что-то непонятно, что я говорю, какие-то слова, которые я говорю. Я могу иногда использовать какие-то слова, которые для меня слишком обычные в обиходе, вот. Ну, часто это просто какие-то англоисизмы, типа, запринтить, ну, это понятно, это всем понятно, наверное, слово, вот, но какие-то другие слова или какие-то другие вещи, которые связаны с мышечным обучением из-за того, что я довольно давно, ну, как довольно давно, относительно давно занимаюсь этим, то я могу... Мне немножко, может быть, не очевидно, что что-то, что-то может быть непонятно, вот. Поэтому обязательно просто можете перебивать меня в любой момент и задавать свои вопросы, вот. Голосом желательно, потому что чат тяжело отслеживать, приходится нажимать несколько сразу кнопок. Так, прошу прощения, Хайдуров, Руслан придет, разве не должен вести семинары в нашей группе вторую неделю подряд? Нет, не должен, мы ведем семинары по неделе, а не по дням. То есть у нас сейчас предыдущая неделя и вот эта неделя были мои, следующая неделя будет Руслана, после следующей недели моя, ну, как-то так, вот. Потому что так проще вести семинары, потому что не нужно каждую тему рассказывать каждому, вот. Вот, мы не особо видим какой-то разницы в том, кто ведет семинар, вот. Поэтому вот так вот мы решили еще в том году. Вот. Вот опять же, видите, чат не сразу увидела, потому что там нужно увидеть это уведомление о чате и нажать его. Вот, поэтому спрашивайте голосом. Все. Тест неопознанной обезьяны. Нет, к сожалению, она опознанная обезьяна, видимо. Анатолий Чипасов написал, что он неопознанная обезьяна. Ну, в любом случае, что мы тут, эти что ли? Мы же никого не будем как-либо гнобить или там принижать за то, что у них какой-то неправильный код. Наоборот, что там? Резов, наверное, нажал. Да, потому что нам всем очень хочется разобраться во всем, что мы проходим, вот, чтобы потом это все не накапливалось. Вот, давайте, в принципе, уже чего-то достаточно, уже 5 минут прошло. Давайте начнем. Вчера, наверное, вам или я должен был рассказать про то, что такое методка ближайших соседей на лекции. Если нет, то в любом случае, я сейчас это расскажу, и весь семинар будет исключительно про этот алгоритм. Давайте еще вспомним, что это за алгоритм. В общем, это такой алгоритм, который, вообще говоря, очень прост в использовании в том плане, что он просто… Вот у нас есть выборка наша, x, y, наше признаковое пространство, x-ов, ну, там, например, двухмерное пространство. Ну, давайте я даже сразу буду вот так показывать наглядно, чтобы было понять, что вообще происходит. Вот у нас есть, например, двухмерное пространство. То есть признаков, ну, всего два, например, там, не знаю, возраст и рост. Ну, и какой-нибудь наш класс, наш y, это как бы цвет здесь в данном случае, но это может быть, там, не знаю, профессия. Я не знаю, ну, какой-то такой тупой совсем пример. Ну, короче, какая-то, какой-то класс. Ну, это может быть не обязательно класс на самом деле. Это может быть не только задача классификации, но и задача регрессии. То есть классификация, когда мы относим наш объект к какому-то классу, в данном случае, ну, какой-то цвет условно мы можем как класс распознавать. Вот. Или что наше значение y – это просто какое-то число вещественное, то есть, там, не знаю, доход или, там, цена или что-нибудь еще такое, вес, например. Вот, в принципе, кстати, хорошо, когда задача регрессии, если у нас, там, рост, возраст, вес. Хотя вес, очевидно, носок все просто зависит от этих двух параметров, там много параметров. Вот, но это как пример, скорее. Вот. И наш алгоритм, вместо того, чтобы строить какую-нибудь, там, формулу, типа, как эти признаки друг от друга зависят, как, например, это было бы, если логистическая или, там, регрессия, или просто линейная регрессия, наш алгоритм просто знает, какие ответы были на нашем изначальном дата-сете. Например, он знает, что вот эти вот точки зеленые, вот эти точки фиолетовые, там, это другой класс, там, давайте, у нас будет два класса, чтобы попроще было. Да, мужчины и женщины. Вот. Он просто знает, какой ответ у этих, этих объектов, которые мы, на которых мы, как бы, обучаем наш алгоритм, хотя, на самом деле, обучать там нечего. Вот. И потом, когда нам приходит новая точка, например, вот здесь была бы, если точка, давайте я прям даже зонатой яйц сделаю, цвет, вот зеленый, вот к нам придет новая точка, которую мы хотим как-то классифицировать, красная она или синяя, тогда, зная ответы на вот этих вот объектах, мы можем присвоить класс этой новой точки в зависимости от того, вот какие значения у самых ближайших соседей, и вот почему называется алгоритм KNN, это K, nearest neighbor, то есть K, ближайших соседей, алгоритм, то есть, например, если бы мы взяли, там, K равно 2, то мы бы хотели для нашего нового объекта посчитать все расстояния сначала до всех объектов, которые у нас были в обучающей выборке, извините, что они так ровные, я не могу так ровно рисовать, вот, я с этого сижу, это не мышка, а тачпад, вот, мы посчитаем все расстояния, вот, допустим, я посчитала все расстояния, то есть у меня получилось там, давайте у нас X имеет размер, X train который, в смысле, вот эти все точки изначальные, там у него длина N, тогда я получу такую вектор из N элементов расстояние от нашей вот этой новой точки до каждой точки, которая у нас была в обучающей выборке, вот, и потом мы просто возьмем, отсортируем эти значения и посмотрим, какие два первых, как бы, ближайших, вот так вот у нас как бы растет как-то вот это вот расстояние, да, мы его сортировали, мы посмотрим там на первые K, в нашем случае два, вот, и тогда давайте возьмем какой-нибудь другой цвет розы, вот, ну, здесь ближайший, наверное, объект вот этот вот, ну, и так примерно вот этот вот объект, вот, и они оба синие, тогда мы возьмем значение синие, ну, это если у нас классификация, если у нас это регрессия, то мы возьмем просто среднее, вот, регрессию мы чуть попозже рассмотрим в самом, в самой тетрадке семинара, вот, будет более понятно, что там имеется в виду под регрессией или классификацией, вот, если бы мы взяли K, не 2, например, ну, у нас такая точка, что она всегда была синяя, скорее всего, давайте, ну, не знаю, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ну, не знаю, 9, если бы мы взяли K, равное 9, я так на глаз примерно вижу, что ближайшие 9 точек, наверное, вот, вот эти вот, ну, может быть, еще вот это, конечно, ближе, чем вот эти вот, но давайте скажем, что я на глаз плохо измеряю все, вот, тогда у нас тут видно, что синих точек 4, а красных точек уже 5, то есть красные точки являются модой из этих 9 точек, этот класс, если бы классов было больше, там, не 2, а, там, 4, у нас бы какой-то класс, там, преобладал, вот, и мы бы ставили класс тот, который преобладает вот в этих вот ближайших соседей, ну, а если у нас оно равное, там, 4 синих и 4 красных, то, в принципе, нам не важно, какое присваивать, мы просто любой присваиваем, вот, давайте я это все затрую, clear all products, давайте, я не знаю, ну, и, конечно, тут, значит, у нас какие есть, скажем, как-то степени свободы, мы можем как раз выбрать это K, сколько соседей мы смотрим, вот, и, ну, еще такое неочевидное, но все-таки степень свободы некоторая, это какую метрику мы выберем для того, чтобы смотреть на расстояние, у нас метрик довольно много, это просто L1, то есть это, ну, называется Manhattan расстояние, ну, то есть это просто у нас, когда мода, давайте я просто формуну покажу, L1 норма, это вот, то есть у нас там не квадрат разницы, а модуль разницы, ну, давай, блин, чуть-то долго крутится, вот, сейчас, вот, да, то есть мы суммируем, модуль разницы между нашими точками, вот, а если это ивклидово, то это квадрат разницы, соответственно, можно выбрать, в принципе, и там куб разницы или какой-либо еще всякие сложные какие-нибудь метрики расстояния, но это нам, нас сильно не касается, но как бы можно, вот, обычно используют либо просто ивклидово, либо L1, вот, ну, то есть видно, в данном случае не сильно видно, давайте для четырех точек посмотрим, сделаем точек побольше, ну, здесь, например, уже видно, что вот в этом вот, если точка какая-то будет новая, которую мы хотим классифицировать, будет где-то вот здесь лежать, то, то, какую метрику мы возьмем, в целом сильно зависит, вот, то есть на это как бы влияет, то, какую метрику расстояния мы берем, вот. И почему я говорила, что как бы обучения никакого не происходит, это потому что мы не строим какую-то формулу или что-либо еще для того, чтобы наш алгоритм мог классифицировать, он ничего не делает, он просто запоминает значения на обучающих объектах, вот. Сейчас просто мне интересно, что здесь написано, в принципе, все, что хотела, рассказала, здесь можете еще раз почитать, если вам необходимо, в принципе, да, ну, то есть вот я говорила, что для классификации мы берем просто моду класса в К ближайших соседей, вот, если у нас задача регрессии, то мы берем вместо этого просто среднюю, здесь, собственно, это написано, что мы берем, вот у нас есть ответы на К ближайших соседей, Y и КТ, вот, мы берем просто среднее для ответа на нашем объекте X новом. Ну, да, здесь и про классификацию, в принципе, написано. Вот, давайте мы, собственно, напишем ручками, как нам наш алгоритм реализовать. Он буквально реализуется в два действия. Посчитать расстояние от новой точки до всех остальных точек, после этого, ладно, хорошо, в три действия, после этого отсортировать эти значения и узнать, какие объекты у нас первые К ближайших соседей, то есть какие на них ответы, вот, и третье действие, это, собственно, взять, либо, если это классификация, моду, если это регрессия, в данном случае мы реализуем регрессию, это посчитать среднее первых К ближайших соседей, то есть давайте я прям даже так сразу напишу. первое считаем расстояние от x new до x1, xn. Ну, n это, собственно, сколько у нас объектов было в вот x train. Ну, x new здесь вообще, ну, в данном случае x new это одна точка. Чисто теоретически можно было бы реализовать эту функцию для k точек, то есть не обязательно, чтобы это была одна точка, но в данном случае, чтобы все упростить, мы будем реализовывать для одной точки новой. Ну, то есть как-то я рисовала на нашем вот этом вот демонстрации. Вот. А то отсортировываем, ой, на английском пишу, отлично. Отсортировываем расстояние и находим первые к ответу. Наверное, не находим, берем ответы. Игрек и каты первых К ближайших соседей. Третья. Это считаем средняя. Да, вот, собственно, как вычислить расстояние от новой точки до остальных точек в нашей выборке. У нас есть какой-то наш x train, в данном случае всего три точки, и у них, соответственно, три ответа. То есть у нас n равно трем, и d у нас двумерное пространство. Поэтому у нас x train n на d, y train просто n. Вот. Теперь мы имеем новый объект, просто d. У него размерность. Ну, можно было бы, конечно, 1 на d, но это, в принципе, не сильно влияет на реализацию. В принципе, не в NumPy, а, по-моему, в другой библиотеке, в SciPy, есть сразу функции, которые считают расстояние между точками и попарные. Вот. Между двумя сабсетами, скажем так. В данном случае у нас первый сабсет — это наш x train, а второй — это x new. Вот. Но это несложно сделать самим с помощью функции npl и налог норм. Давайте посмотрим, что это за функция вообще. Ну, наверное, может быть, вы с ней уже встречались в семинаре первым, если вы смотрели ноутбук. Если не смотрели, вроде бы в домашке ее не было, возможно. Вот. Значит, функции принимают на вход x. Ну, то есть в нашем случае x — это разница между x train и x new. Вот. И чтобы посчитать вот эту разницу между каждым объектом x train и x new, нам достаточно просто написать x train минус x new, потому что NumPy умеет в поле метрной арифметической операции, то есть в бродкастинг, который вот был рассказан в том семинаре, самый простой случай в бродкастинге — это когда у нас просто есть два массива. Ну, давайте этот совсем уж простой массив. Давайте у нас будет двумерный. Это как-то неинтересно. 4. И b. Сколько-то было здесь? И b у нас просто, не знаю, давайте минус 1. 1, 3. Вот. Давайте, чтобы совсем уж красиво было, интересно, сделаем так. Вот. И тогда, когда мы пишем просто a минус b, мы получаем разницу. Да, какой лист, конечно, NumPy, Rache. Вот, как раз просто в питоне мы так делать не можем, потому что функция арифметическая операция минуса не назначена, не обозначена никак. Вот. Но если мы добавляем, собственно, b, Rache, у нас все отлично вычитается. Вот. Точно так же мы можем, соответственно, вычесть наши x train и x nu. Вот. Естественно, чтобы уже посчитать расстояние, то есть нам нужно сверху накидывать норму. То есть мы хотим-то в итоге вообще, что говоря, только не код и текст. d от x, большого x, со звездочкой, не знаю, как-нибудь так. Вот. Где d, это, собственно, наша какая-то норма. В нашем случае у нас есть параметр ord. По-моему, это как раз отвечает за то, какую мы берем, да, какую мы берем норму. L1, L2 и так далее. Собственно, L2, это наши... Ну, вот здесь даже есть в документации пояснение, что если мы не используем никакую... Ну, то есть по дефолту мы, если ничего не ставим, то по дефолту у нас для матрицы считается фрабениусу норма. Вот. А для векторов два норма. Ну, то есть эфкейдовая норма. Вот. Но для матрицы имеется в виду numpy matrix, я думаю, скорее всего. Вот. Ну, давайте мы на всякий случай сделаем ord равно 2. Вот. Ну, вот, да, оно считает нам норму всех, всего, как бы, всех точек норму. То есть для нашего всего x-train, x-new. Нам-то нужно, как бы, норму для каждого элемента, для каждой разницы. То есть мы бы хотели норму для каждой строчки. Вот этой, а вот этой, вот этой. Вот. Тогда нам нужно указать еще то, по какой оси мы, как бы, берем норму. В данном случае мы берем норму, вроде бы, если мы так, по первой. Да, вот мы получаем норму для каждой точки. Для каждого расстояния. То есть мы в итоге считаем расстояние между каждой точкой x-train и нашей новой точкой x-new. Получаем, что для первой точки это расстояние, ну, здесь можно, между точкой 2 и 3 и точкой 1 и 2, расстояние 1 и 4. Ну, вроде похоже на правду. Вот если мы добавим, не знаю, еще нашу точку 1 и 2, у нас будет расстояние 0. Можем чисто проверить себя, что у нас все считается как нужно. Да, вот видите, с четвертой точки, которая совпадает. Что такое ord? Да. Что такое ord равно 2? ord – это порядок нормы. Ну, то есть если мы берем ord1, то это l1, которая модуль разницы считает. Ну, модуль вот этих вот. Да, понял. Это l и ord. Да, если в 2, то это и в клидовое. Мы можем, в принципе, еще раз. Сейчас она покажет. Да, вот. Если мы берем… Можно еще написать 0 норма. Это максимум. Короче, есть какое-то название у нее. Вот, еще есть инфимум норма. Это когда максимум берется. Ну, короче, тут какие-то основные используются. Вот. А, ну, собственно, lp просто. p норма – это когда мы берем сумму. Ну, здесь написано, можете посчитать, сумма. То есть мы берем наши… В нашем случае x – это вот это x train минус x nu просто. Поэтому мы как бы можем считать, что это расстояние. Вот. Ну, так норма, то есть берется модуль, возводится в число p, в число ord. Вот. Потом берется сумма и возводится в число 1,9 на ord. Ну, то есть, собственно, если бы это было 2, то это просто в клитовой форме. Вот. Вот. Аксис 1. Давайте я еще раз поясню, как работают вообще аксисы, параметры аксис в NumPy. Вот. Я это объясняла, но просто еще раз. Как бы мы можем… Если у нас, например, там был бы какой-нибудь трехмерный массив, давайте я его прям задам. Np random… Ну, давайте от нуля… Нет, давайте от минус одного до двух. И размер у него будет… Это будет 3 на 3 на 3… Давайте даже четырехмерный массив. Вот. У него есть четыре оси, скажем так. Нулевая, первая, вторая, третья. Вот. Ну, например, хотим взять среднее всех вообще элементов, в этой вот нашем четырехмерном массиве. Давайте даже не 3, а все-таки 2, чтобы я ее видеть могла. Вот. Слишком большой будет. Вот. Как бы нам не важно, какую суть имеет этот наш массив сейчас. Вот. Не очень понятно, что он обозначать мог бы. Вот. Вот. Но если мы просто поставим NumPymin, то он считает среднее просто всех чисел, которые имеются. Вот. Если мы поставим NumPymin аксис и укажем, какой аксис, например, мы укажем… Давайте только все-таки 222 плохая была идея. Давайте у нас будет 1, 2, 3, 4, чтобы было наглядно видно, какая ось уходит при постановке какого-либо аксиса. Например, мы хотим посчитать как бы среднее между вот этим… Ну, это получается как бы матрицей, да, мы же видим, что это матрица. Вот между этой матрицей и вот этой матрицей. Матрица 3 на 4. То есть мы хотим в итоге получить матрицу 3 на 4, которая считает среднее. 0 и минус 2 будет там минус 1. 0 и минус 1 будет минус 0, 5. Минус 1 и минус 2 будет минус 1, 5. Ну и так далее. Вот. 1 тоже плохо. Ну, ладно. Вот. Мы как бы хотим в итоге получить матрицу 3 на 4. Тогда мы ставим аксис тех осей, которые мы как бы хотим, чтобы ушли. Вот. В данном случае это просто мы ставим тогда 0 и 1. Это может быть не очень очевидно, но… Да. Вот мы получаем нашу 3 на 4 матрицу. На всякий случай shape. Вот. 3 на 4. Если мы поставим просто аксис равно 0, то у нас уйдет вот эта нулевая ось условно. Вот. У нас будет 2 на 3 на 4. Ну и так далее. Мы можем как бы указывать, сколько… Ну, когда мы не указываем аксис, то у нас стоит здесь 0, 1, 2, 3. То есть по всем осям мы берем среднюю. Тогда у нас shape никакой, мы получаем просто число. То же самое, что если бы мы сделали np.min.a. Вот. Соответственно, если мы какую-то убираем, то у нас какая-то ось остается, по которой мы среднюю не брали. В данном случае ось, в которой размерность 2. Мы получили массив 2. То есть это средняя всей вот этой матрицы и всей вот этой матрицы, по сути. Потому что мы как бы взяли 3 и 4 средняя. Ну, соответственно, когда у нас это просто матрица, давайте более так. 10, 20. У нас есть просто матрица наша. 10 на 20. Ладно, 10 на 20 тоже плохая была идея. Тришком большие. Не видно. 5 на 7. Вот если мы хотим взять по строчкам нашу, наше среднее, по строчкам, то есть в строке, как бы, какое среднее в строке. То есть мы хотим, по сути, то же самое, что убрать вторую ось, как бы. Да, сейчас. Непоним. Ой, что я сделала? Что я сделала? Как будто бы я уменьшила масштаб. Тогда мы просто делаем, ну, давайте 1, и то же самое, что было бы минус 1. Вот это среднее по строчкам. То есть у нас тут 5 элементов. Для каждой строки мы посчитали среднее. То же самое для столбцов. То есть мы вот так сделали. Вот. Это по поводу аксессов, которые здесь, опять же, если мы используем, мы хотим посчитать для вот этой, для вот этой, для вот этой и для вот этого объекта норму, наше расстояние. Поэтому берем вот так. По первой оси взялись норму. Мы получили 3, ну, 4 числа. Давайте я уберу оттуда точку 1, 2, которая не была изначально. Вот. Первое действие мы, в принципе, уже сделали. Мы получили массив размера n, который нам осталось следующим шагом ассортировать и как бы выбрать вот эти k первых соседей. Ну, для этого есть функция nprxsort, которая очень легко работает. Она просто сортирует, ну, по дефолту от маленького к большему числу. Вот. И выдает нам индексы этих чисел. То есть, если мы сделаем... Ну, давайте здесь nprxsort и выведем в отдельный массив, чтобы было... Не знаю, тоже пусть A будет. То есть, если мы сделаем A от nprxsort, у нас будет просто наш отсорченный от начала до конца массив. Вот. То есть, нам он выдает индексы, в каком порядке был бы наш массив отсортирован. Вот. А, ну, вот, собственно, здесь это и написано. Вот. Ну, среднее, посчитайте, как бы, там уже совсем... Нужно просто взять среднее вот этих вот отсорченных первых k наших соседей. Вот. Ближайших по нашей метрике, которую мы выбрали. Вот. Может быть, кто-то вдруг написал комментарий, пока я тут рассказываю. Вот. В принципе, давайте, если кто-то уже написал или почти написал решение, давайте попробуем каждый, ну, кто... Каждый, кто хочет, кто может, у кого открыт ноутбук, может дописать наше решение, пусть напишет и добавит комментарий. Давайте минут пять подожду. Вот. А вы попробуйте что-нибудь написать. Можете даже часть решения написать. Вот. То есть на вход у нас есть x-train, x-new, между которыми нужно почитать расстояние. Наш y-train, на который мы потом возьмем ответы отсортированного в нашу массиву и возьмем средний этих ответов. Вот. В принципе, здесь почти все написано. Ну, первое, собственно. Давайте я даже его, в принципе, скопирую. Первый наш вот. Осталось две строчки. Какие-то вопросы есть. Скажите, кто пишет решение какое-нибудь у себя, чтобы потом прокомментировать. Ну, я сейчас пытаюсь писать паралитно. Угу. Хорошо. Тогда давайте дождем. А я пока поиграю с вот этой вещью. Вообще, советую всем попробовать написать код. Вот. Мы потом будем еще раз примерно то же самое писать в конце семинара. Ну, там чуть-чуть. То есть там нужно будет одну строчку поменять. Здесь тоже, кстати, хорошо видно, как метрика влияет на выбор. Ну, если ты белый, это как раз когда алгоритм не может решить, к чему. Это моменты равенства, когда ближайшие соседи самые популярные. Да, да. Равенство. Угу. То есть здесь вот у нас было выбрано К4. Ну, собственно, здесь четыре ближайших объекта. они... наверное, вот эти. Поэтому эта точка... Хотя тоже странно. А, ну, правильно. Мы же тут... Раскрашено как бы это то зоны, куда если бы точка попала, которую мы бы ей дали... которую мы бы дали ей класс. Мы взяли, то есть, вот эту точку, к ней четыре ближайших вот эти. Поэтому непонятно, какой. Ну, это можно... Да, как бы можно либо давать какой-то новый чистотехнический класс. Вот. Типа неизвестный класс. Вот. Но можно просто брать какой-нибудь. В принципе, здесь сильной разницы наверное, не будет. Вот. Вот именно, что относится к классификации. С нас регрессит, там нет никакой большой проблемы. Просто мы берем средний. Вот. Здесь четыре ближайших. Правильно, здесь четыре ближайших уже вот эти. Для этой точки. Четыре ближайших. Я думаю, вот эти. так, Анатолий Чепасов. Ой, я зря обновила. Кстати, можно даже оказывается не обновлять. Сразу видно комментарий. В принципе. Давайте еще три минутки подождем, чтобы, может быть, кто-то еще прислал решение. Ну, вот у меня как у Чепасова один в один. Ну, это понятно, что там будет отличие такое. Вот. Ну да, все ровно так. Собственно, мы сначала поняли, какие индексы у нас наших ближайших соседей. потом мы считали ответ для наших. Единственное, вот насчет ответа. А, ну, правильно, у нас же ответ для одного объекта. Тогда все хорошо. Вот. Давайте подумаем, что было бы, если у нас x new было бы на самом деле вот такое. То есть у нас бы нужно было просто подправить вот здесь. чтобы у нас получилось как бы попарное расстояние для каждого объекта расстояние со всеми трейновыми объектами. Вот. Ну, давайте мы это сейчас не будем делать так. Я просто говорю, чтобы поменялось. Вот. Тогда мы снова бы получили матрицу k на n, потому что у нас k новых объектов. Для каждого из них мы посчитали расстояние с n трейновыми объектами. Вот. Тогда нам нужно было бы арксорт реализовать, чтобы он сортировал не все значения, а только вот по каждому объекту, то есть по строчкам. Вот. Тогда он бы нам вернул индексы как бы отсортированные для каждого k k-того x-new n расстояния. Вот. Он бы мы выбрали первый k для каждого. Ну, первый, давайте, хорошо, здесь m. Первый k для m объектов. Тогда бы мы выбрали среднее, не все, а среднее, чтобы у нас было для каждого m-того нашего x-new ответ. Ну, то есть здесь буквально нужно чуть-чуть просто подправить. Вот. А, собственно, как посчитать попарные расстояния для всех новых точек и train-точек, это уже магия бродкастинга. В принципе, можем в последнем задании попробовать реализовать это. Вот. Просто не хочу сейчас заострять на этом внимание, чтобы у нас время не тратилось на это дело. Вот. Ну, вот, когда регрессия у нас работает, вроде какой-то ответ получается. Сейчас мы попробуем взять прям синтезированные данные и нарисовать, что у нас как предсказывается. Вот. Ну, для примера мы берем х из равномерного минус 1, 1 отрезка. Вот. И наш как бы ответ это есть какая-то зависимость, ну, какой-то шум. Шум в данных, он все-таки присутствует, иначе бы все было бы слишком просто. Вот. Все как бы не может в жизни, в наших обычных данных несинтезированных, которые могли бы просто писать у равно х квадрат. Вот. А в наших реальных данных каких-то, которые мы будем работать, не может быть все так идеально, чтобы у нас просто у и х ровно так зависели друг от друга и все. Вот. За счет этого шума у нас появляется некоторая вот эта вот неидеальность, и за счет которой как бы сложно решать все эти задачи машинного обучения. Вот. Ну, не сложно, а в смысле нужно какие-то еще дополнительные действия производить. Вот. Собственно, как нам х наш создать? Мы берем наш функцию uniform из сабмодуля random, берем наши указы, отрезки, вот, и размер, который нам нужен, нам нужно n точек на одномерный, как бы на одномерный, не линия, я забыла, но одномерный пространство. Давайте, наша идеальная зависимость х квадрата это просто функция f, ну, тогда наша как бы функция для того, чтобы создать вот эти наши синтезированные данные, мы указываем сколько точек мы хотим, и какой шум, ну, то есть, насколько дисперсия шума большая. Вот. Собственно, берем наш np-random uniform, во-первых, опихиваем его сюда, х равно вот это, вот, а как взять нам шум такой из нормального такой дисперсии, чтобы у нас y получился равен чему? Напишите в комментариях, так сказать. Вот. наверное, x плюс eps. мы хотим из нормального с ну, центрированного в нуле, чтобы std у него был в общем наш eps-0, точнее. так, ладно, комментариев не поступило. сделаем из нормального, но здесь нормальный стандартный 0,1. вот, мы хотим тоже его, чтобы было n, 1. Но нам как бы вот этого eps-0 не хватает, но мы просто умножим, по-моему, просто умножим на eps-0 или на корень. Можно же написать просто random точка не rand а нормальный. Ну, можно, да, еще, можно еще так, в принципе, да. Там просто сразу параметры указываем нужную на дисперсию. Можно и так. Надо умножить просто на epsilon 0, потому что дисперсия увеличится в ну, предположение. квадрат, да, 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 точно, все, все, все ровно так. Вот, ну, давайте тут как бы и так, и так можно. Вот, я просто забываю, что random точка норму существует. Чаще я использую просто такой это костыль. Вот, да. Мы там еще n должны указать. Да, 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 тут еще нужно size, собственно, n 1. Вот так. Вот, можно и так, и так, разницы особой, я думаю, нету. Вот. 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 тут просто говорится, что, да, как бы от ожидания при таких иксах хочется, ну, без шума будет наше ожидание, от ожидания y. Вот, потому что y у нас констант. У нее просто убираем. Откса не зависит. От y, точнее. Вот. Ну, давайте прям будем рисовать, как, как бы, как наше k, которое выбирает k ближайших соседей, влияет вообще на результат, и какое k в идеале, как бы, нам хотелось бы выбирать вообще. Понятно, что это очень сильно зависит от данных, но вот мы будем смотреть, как от данных это зависит. Вот здесь просто функция, давайте просто поясню немножко, что она делает. Она берет, рисует нам просто наши точки, да, сейчас, да, наши просто точки. Это можно было сделать, в принципе, не только с помощью плотной точки плотов, с помощью плотной точки скеттер, но так как мы указываем здесь, что мы хотим точки, то у нас рисуются точки. Вот. Почему y равно x плюс epsilon, а не x квадрат? Потому что сейчас сейчас. Потому что это epsilon, не epsilon 0. Мы же сделали epsilon, что у него такая дисперсия. Нет, речь о чем? y равняется x квадрате. Все, да, 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 да. Все верно, я просто невнимательна. Спасибо большое. Да, x квадрат, конечно. Вот это я, потому что, что-то отвлекаюсь. Вот. Собственно, здесь просто экзагогритм сдаем нам пайрей, чтобы он мог брать точки от минус одного до одного, но чтобы можно было нарисовать вот эту вот оранжевую x квадрат ровненькую. Потом мы используем собственно нашу ровненькую x квадрат функцию, чтобы она нарисовала. А дальше мы рисуем то, какие предсказания нашей KNN-регрессии будут для каждой точки вот от минус одного до одного вот этих вот двухсаточек, которые здесь x-грид. Вот. Собственно, если бы мы, кстати, реализовали KNN-регрессион для не точки, а для ну, массива M на D, то здесь вот можно было бы избавиться от цикла. Вот. Это было бы работало быстрее, но нам не важно, потому что у нас данных очень мало. Да и в принципе KNN-регрессия на самом деле есть из коробочки из другой библиотеки. Мы ее тоже посмотрим, но просто давайте используем пока нашей. Потом мы просто мы добавляем подпись осей и легенду. Ой, тут что-то у меня а, правильно, я македарты не обновила, наверное. Да, вот. Ну, собственно, можно даже что интересно, сколько поменяется. Ну, так, нормально. Я просто еще раз создала makeData, за счет этого у нас немножко поменялось наше случайное число из равномерного икса и чуть-чуть поменялся наш шум. Вот. Здесь мы, например, подсказываем, как я здесь указываю, функции, ой, тихо, спокойно, по одному соседу. Вот. Собственно, для вот какой-то точки отсюда, вот, от минус 0,25 до, там, примерно 0,1, наш ближайший сосед это вот эта точка изначальная. Поэтому, как бы, мы берем ее значение за счет этого у нас получается. А вот эти точки, здесь одна, скорее всего, точка есть, для нее, а, нет, для нее, это просто переходная точка, здесь нет точки, здесь вот эта точка и вот эта точка только. Вот. Для нее уже ближайший сосед очевиден вот этот. Ну, и так далее. Просто по одному ближайшему соседу предсказываем нашу, скажем, прямую. Вот. Но, как видим, здесь, ну, как-то вот этот край не очень красиво тут лежит, да и, в принципе, оно все так вот скачет. Ну, просто потому, что по одному соседу не очень круто предсказывать, потому что данных у нас не очень много, во-первых. во-вторых, у нас просто получается, ну, как это называется, вообще переобучение, переобучение, когда мы просто подстраиваемся под данные, ну, то есть, как бы наши данные распределены, ну, примерно, как x-квадрат, но на самом деле вот эта наша выборка случайная наших данных, которые мы создали, она могла бы вот условно, скажем, распределена не как x-квадрат, там, плюс f, она вот какая-то такая функция, у нее могла бы быть какая-нибудь условная формула, вот, поэтому она такая вот кривая, и наш алгоритм пытается предсказать наиболее близко к вот этой выборке данных, а не к настоящему распределению данных, вот, то есть она не хочет предсказывать нам вот это матраждание идеальный ответ. Давайте попробуем хотя бы двух соседей рассматривать. Здесь уже видно, что у нас нет вот этих вот скачков резких, особенно вот здесь вот. Здесь она пытается взять среднее, ну, как бы, между двумя объектами. Вот, или вот здесь тоже уже не такой кривой этот вот край, да и, в принципе, уже оно ближе к нашему отожиданию, к нашему идеальному ответу. Давайте возьмем 15 точек ближайшим. Ну, здесь тоже уже как-то вот здесь вот внизу вроде похоже на х-квадрат даже, вот, но вот эти вот края уже куда-то они убегают за счет того, что много точек внизу, 15 ближайших соседей для этих точек, это вот, скажем, вот, начиная с этой точки, у нас уже не добавляется новых точек отсюда, ну, получается, средняя какая-то кривая, в общем. Вот, то есть, например, для этой точки мы просто берем все последние 15, возможно, он тут берет больше. Сейчас. Ну, то здесь вот конкретно здесь беда в том, что точек маловато, наверное. Если бы здесь было бы больше точек в качестве выборки нашей х, вот здесь вот на краях, то она бы хотя бы чуть-чуть уже поднималась, вот эта зеленая наша предсказываемая прямая, вот, за счет того, что просто здесь точек внизу больше, чем наверху. Вот, давайте попробуем менять. Мы снова введем k от 1 до какого-то там дальше числа, но мы теперь уже берем не 30 точек выборки, а 100 точек выборки. Ну, здесь, конечно, видно, что все перебучаемо, все еще, потому что, ну, здесь уже хотя бы есть вот эти края за счет того, что мы количество точек увеличили. Вот. теперь берем, ну, здесь 5 бежать к соседям, 5, вот, ну, здесь уже очень даже, вот здесь вообще прекрасно, по-моему, вот эта вот часть, прямо идеально почти распределение наше. Давайте возьмем 15. Ну, здесь прям вообще все, что вот, вот это вот, в этом отрезке все вообще прекрасно, идеально, но опять же есть вот эта некоторая проблема с этими концами упавшими, скажем так, вот, за счет того, что у нас точек достаточно много, но в принципе уже распределение у нас более-менее моделируется, вот. Теревизор вообще тысяча точек. параметр альфа за что отвечает, когда мы график строим? Альфа отвечает вот за прозрачность. Вот видишь, здесь точки, вот эти синие, они такие полупрозрачные, когда они накладываются друг на друга, то они такие вот более темные. Это просто параметр нашего полу-теплот. Мы когда писали функцию плот-кнн, ну, не писали, а точнее рассматривали, здесь был вот такой вот параметр Quarks, и все, что мы укажем в качестве названия параметра равно параметр, оно вот попадет как параметр нашей функции, которую мы используем. Ну, там есть чуть дальше объяснение, как это работает, я могу, в принципе, еще раз пояснить. Ну, условно, здесь на самом деле вместо этого Quarks, ну, точнее, даже так, если мы здесь сделаем print Quarks, я его не буду делать, давайте, чтобы не захламлять, вот. здесь будет в качестве Quarks, то есть это прям переменная, в которой лежит, ну, там, name, параметр, параметр, вот. И потом, когда мы, то есть здесь какое-то перечисление с каких-то там параметров, то есть здесь может быть указано много разного. Соответственно, если оно там, имя будет такое, которого в нашей полоте плот нету, то оно никак задействовано не будет. Вот. Ну, в общем, какие-то перечисления каких-то параметров, которые мы не хотим прям, то есть альфа, там, не знаю, line, выдох, то есть здесь могло бы быть написано вот так. И мы могли бы указать только два дополнительных параметра, которые относятся к нашему полтеплот. А за счет этого Quarks мы просто говорим, что все, что мы напишем в эту функцию, как-то может попасть в качестве параметра какой-то функции, куда мы вот этот Quarks потом положим. Вот. И, собственно, когда эти две звездочки лежат как бы уже при использовании функция, а не в... а не в... ну, как я... в... забыла слово опять. Сигнатура. Вот сигнатура функции это вот это вот def, название функции, дальше параметры, которые там будут указаны. Вот когда мы используем две звездочки вне этого, она просто... Вот у нас был какой-то контейнер, это мог быть список, это мог быть tupel, это мог быть в том числе словарь, который вот этот Quarks словарь. Он просто вперед и высыпает все элементы, которые у него были. То есть звездочки они делают... Давайте один, два, три... Ладно, конечно, давайте... А равно... Сейчас. А равно... Один, два... Хорошо, 12, три, четыре. Да, здесь будет 12, три, четыре. Почему? А, для списков это одна звездочка вообще-то даже. На быть, почему-то мне не нравится. Хорошо, принт. Вот так. Ну, здесь, короче, не может быть просто использована звездочка отдельно от какой-то функции, которая принимает на вход много значений. Вот. Ну, если бы это был словарь... Не знаю, там... Один, два, два, три... Вот так. что мне нравится неременно то и то печатать. Я тут параллельно смотрел на функцию makeData, которую мы сделали, и на то, как работает np.random.normal. Он на вход принимает, кажется, там точно нужно epsilon0, а не epsilon0 в квадрате? В этом случае. Сейчас. Так. Давайте мы np.random.normal. Я все время в этом путаюсь, типа там используются dispersии или std. Сейчас. The square is called rmu is a mean. Сейчас. я думаю, что... Да, это standard deviation, а не dispersия. Значит, значит, все правильно, потому что, когда мы используем n и дальше пишем mu... Нет, сейчас. Ай, не могу. Я все время это... Типа мы указываем в скобочках deviation или dispersию. Если dispersию, то standard deviation мы должны саму функцию положить, если мы указываем... Да. Нет, все верно. Когда мы используем такую запись, типа нормальная, mu, и дальше как бы variance мы пишем. То есть standard deviation в квадрате. Да, все. Да, и тогда здесь значит epsilon 0 имелось в виду быть standard deviation и, соответственно, dispersия это epsilon 0 в квадрате. А в нашу функцию нужно положить standard deviation, так что все верно. Вот. Хорошо, что спросил, потому что я самая не спрятую. Так, а что тебе нравится здесь? Я что-то не поняла. Ну, просто потому что print, такие элементы не очень, наверное, понятно как. Сейчас. В данном случае здесь лежат пары. Вот такие две пары. И просто print не знаю, что с ними сделать. Ну, давайте. Короче. Хорошо, давайте здесь будет написано seb здесь будет написано and это, параметры и функции print. Вот. И тогда чисто теоретически, даже не чисто теоретически, а вполне в себе, оно будет работать, как я бы хотела. То есть, здесь я хочу разделить значение списка 12, 3, 4 и запринтить это с такими параметры seb и end, которые есть в функции print. Ну да, оно все так и делает. Короче, смысл вот этих двойных звездочек примерно вот такой, что он, что мы можем параметры какой-либо функции записать в словаре, потом просто из словаря эти значения выкинуть. Давайте посмотрим, что будет, если у нас в словаре будут еще какие-то неизвестные параметры. он скорее всего скажет, что я таких параметров не знаю, иди лесом. Да, все так и будет, собственно, то, что у нас изначально было ругой. Вот, потому что мы в Quarks запишем что-то помимо параметров, которые есть в pltplot, не знаю, какой-нибудь там что-нибудь, то оно будет ругаться. Вот, под Quarks в данном случае я имею в виду значит, только те, которые относят к pltplot. Вообще, у функции pltplot очень много всяких параметров, там можно настроить не знаю, ширину линии, там, цвет линии, цвет точек, какой, какой, какой точки будут формы, например, можно не, не точки, а x-ы, по-моему, можно. Ну, вот такие будут, например, штучки. Ну, а альфа было, собственно, чтобы у нас они, когда пересекаются, мы могли видеть их друг, друг с другом. здесь, например, вот много, видите, они пересекаются, и альфу нужно, чтобы их было видно нормально. Уже осталось всего 20 минут, я еще даже не все посмотрела. Давайте вернемся вот к... Вот, вот это, мы остановились вот здесь, когда мы сделали тысячу точек, и мы сделали предикт по 35 ближайшим соседям. Здесь, кстати, вот тоже, опять же, маркер сайз, мы изменили размер точечки, и альфу мы поставили вообще супермалинку, давайте чуть-чуть побольше сделаем, потому что не видно даже ничего же. Вот видно, что наш КНН, ну, примерно нашу, собственно, идеальный ответ как-то приблизил. Ну, не идеально, но довольно близко очень. Тут просто где-то шумы есть какие-то вот эти, из-за которых предсказание чуть-чуть страдает. Но в целом нормально. Вот, если мы сделаем супербольшой, типа, чтобы у нас было супермного соседей, то у нас вот эти вот, в какой-то момент мы можем вообще сойтись, не знаю, если мы будем использовать все соседей, то у нас будет просто прямая, потому что мы просто используем средние наших точек вот этих. вот. Давайте вернемся к 35. Ну, собственно, вот этого значения k, его можно подобрать как-то. Вопрос как? Мы можем взять и посчитать ошибку для данного предсказания. Ошибку, то есть у нас мы можем посчитать разницу между вот этими, ну, короче, разницу между зеленой и оранжевой линией. давайте так, простым способом. И построить как бы график вот этих вот ошибок для разных k. То есть мы возьмем k равно 1, там будет такая ошибка, для k равно там 10, такая ошибка и так далее. Мы можем перебрать все значения от одного там до какого-то значения и посмотреть, при каком значении наилучшее просто предсказание получается и использовать его. Ну, такой просто перебор. Да, кстати, вот здесь вот есть еще пару строчек про двойные звездочки. Вот. Можете еще раз посмотреть, если вам было непонятно, как я объяснила, потому что я могла слишком сумбурно рассказать. Вот. Теперь давайте, собственно, посмотрим на ошибку между короче, вот суть следующего блока. Мы хотим каждый раз генерить из нашего распределения распределение, собственно, наше было случайной величины y это x в квадрате плюс ε. Мы хотим каждый раз для разных для разных k да, ведь? Нет. Здесь мы сейчас смотрим k. Что здесь имеется под k? А, ну да, под k здесь имеется в виду количество соседей. Вот. Мы хотим генерировать то есть не сгенерировать выборку один раз и перебрать все k, а генерировать каждый раз отдельно как бы нашу случайную как-то случайную опять забыла слово выборка случайная есть какое-то слово правильное более правильно не выборка, а вот случайная более теоревероятностное значение определение случайной не помню как бы выборка, но вот синоним выборки случайный не розыгрыш ладно, в общем, вы поняли о чем я говорю вот собственно это EPA возможно у вас было на лекции но я не уверена это expected predicted error prediction error то есть мы хотим посмотреть для разных вот этих вот случайных выборок каждый раз для нового k какая будет ошибка вот и в этой функции мы как бы вот случайную случайную ладно, давайте выговорить выборка просто это не совсем то слово которое я бы хотела использовать но я не могу вспомнить другое слово вот давайте здесь не сам все-таки будет np сам потому что сам для npr если что работает дольше чем np сам для npr поэтому конечно а ну здесь собственно и не npr будет здесь будет список за счет того что здесь цикл ладно остались как есть что вот так только здесь вот если что вот здесь внутри написан генератор но не списка а просто генератор который выдает вам как бы контейнер без ну то есть элементы контейнера скажем так загенерированные и их можно положить в любую функцию которая принимает любое значение то есть можно print или сам в данном случае вот и для вот этих вот точек которые мы сгенерировали мы делаем предсказание и считаем вот эту вот ошибку loss почему l собственно loss function и мы будем изучать всякие разные loss вот здесь просто квадратичная ошибка между ответами и истинными нет между истинными ответами и ответами алгоритма в данном случае у нас алгоритм кн-регрессии вот и мы будем просто считать среднее потому что здесь еще мы делим на количество элементов вот и мы будем для разных k строить давайте что мы хотим график k и здесь нарисовать мы хотим ep ep в таком цикле то есть мы для каждого k мы хотим for k it in k считать нашу функцию в которой будем f l make data data arcs это наверное n train epsilon 0 то есть просто те параметры которые мы обычно используем для make data функции вот и тогда это правда надо data arcs равно это конечно как-то слишком сложно нужно было проще сделать это более вообще на способ ok создаю два вот этого quarks для разных функций чтобы было ой-ой-ой нет еще не закончила и f arcs ну f arcs у нас собственно для kNN-регрессии нужно только x и k x мы указываем то есть нам осталось только k k это k которое k и t вот тогда мы посчитаем вот эту функцию expected prediction error для каждого k от 1 до n train вот и нарисуем такой собственно плод вот вот можно еще подписать давайте x-label это у нас k l-t y-label это у нас ep подписывать я уж не буду а там не n train там n да вот так то да ну вот мы получили нашу зависимость как бы ошибки чистой скажем так потому что мы каждый раз генерируем новые данные из-за распределения вот в зависимости от k мы видим что для k 0 и как мы видели это на рисунках ошибка довольно высокая для k уже больше там ну 2-3 скажем количество объектов получающей выборки тоже ошибка примерно такая же потому что там просто уже начинает наше наше предсказание в такую прямую складываться вот ну и примерно там какое-то хорошее значение лежит вот где-то около ну от 30 до 50 примерно вот мы какого-то из этих значений не брали вот у нас осталось 9 минут хотелось бы говорить про кросс-валидацию на примере собственно kNN и давайте кратко что такое кросс-валидация у нее нет какого-то прям однозначного понятия обычно проназываются две вещи первая вещь это когда у нас есть у вас какие-то есть данные для того чтобы оценить хорошо ваш алгоритм работает или плохо вам нужно сначала его на чем-то обучить а потом проверить его как бы работу ну как мы здесь сделали мы ну как бы здесь мы не обучали прям мы как бы обучали и на этом же проверяли нашу как бы нашу разницу между оранжевой и зеленой линией мы могли бы например взять часть вот этих точек ну там например 70% этих точек взять построить нашу зеленую линию здесь правда мы же мы с чем сравниваем с цветами да и уже для 30% оставшихся точек мы могли бы посчитать значение которое нам предскажется и сравнить с настоящим ответом вот то есть могли бы а в данном случае когда мы читали EPE мы как бы просто брали все данные на них обучались на них же проверяли насколько как бы хорошо хотя бы на обучающих данных наш наш алгоритм работает но можно делать не так и вообще правильно делать не так мы хотим вот как раз взять там 70% наших данных на них обучиться а уже проверять на новых данных как будто если бы мы встретили там новые данные то есть например у нас было бы там не знаю вы провели какой-то опрос там статистический не знаю социальный опрос опросили там 100 людей вы сделали какие-то выводы по этим по этому соцопросу и потом вы хотите на основании этого соцопроса как бы делать выводы о новых людях которых вы опросите ну условно вот вот эти вот новые люди это как бы наш тест но у вас заранее этих вот людей как бы нету тогда вы берете 70 человек из вашего соцопроса делаете по ним какие-то выводы а потом проверяете хорошо ли эти выводы подходят хотя бы по 30 людей которых вот я уже опросил и знаю для них как бы ответ мой мой вывод вот здесь как бы такая же логика абсолютно мы как бы хотим оценить наш наш алгоритм на новых данных но новых данных у нас как бы заранее нет поэтому мы просто делим те данные которые у нас есть на обучающую выборку и на тестовую выборку еще иногда делят данные на три выборки на обучающую валидационную и тестовую и обычно по валидационной выборке не оценивают алгоритм подбирают вот эти значения. Например, в данном случае мы могли бы по валидационной выборке подобрать значение k. Потом на тестовую уже проверить нашу итоговую, скажем так, наше итоговое качество нашего алгоритма. Но это для KNN это не очень важно. Например, если вы работаете с нейросетями, и там у нее параметров, может быть, не знаю, 10 разных, то там как бы есть вероятность, что вы подтестовываете выборку, если будете подбирать параметры, то вы на этой тестовой выборке переобучитесь, выбирая вот эти параметры, которые там отвечают за архитектуру вашей нейросети, например. Поэтому стандартно для таких простых алгоритмов машинного обучения достаточно трейна и теста. И обычно выбирают 70-30%, 80%, 20%. То есть очень разные такие бывают значения. А для каких-то более сложных данных часто прибегают уже, ой, сложных алгоритмов прибегают уже к схеме, где есть еще валидационный выборок, чтобы подбирать параметры. Вот. Это первое как бы такое определение кросс-валидации или как еще, holdout выборка, train test, splitting. Вот. Есть еще один, одно определение, которое я больше подразумеваю под кросс-валидацией. Это когда мы берем, не просто делим на две части train и test, а мы делим на, например, давайте я даже просто, я хочу наглядно вам показать. На картинке будет это лучше видно. Что подразумеваю под кросс-валидацией. Даже вот когда просто закупливаешь кросс-валидацион, называется вот что-то такое. Ну, вот, собственно, два определения. Давайте только на отдельный. Открыть спешение в кнопке. Вот. Вот то, что первое рассказывало, это вот сверху нарисовано. Мы поделили на train, test и дальше все с этим делаем. Вот. А кросс-валидация еще бывает, что мы, вот, можете не обращать в принципе внимания на тест-дата, мы делим как бы наш train на пять, например, частей. Тогда это будет пять фолдовое, пятифолдовое, five-fold cross-validation. И тогда мы используем в качестве теста первый фолд, а в качестве train остальные четыре. Получаем какой-то ответ, считаем качество. Потом берем первый, три, четвертый, пятый в качестве train, второй и в качестве теста. Ну, так для каждого фолда мы как бы имеем пять разных вариантов train и теста как бы. Вот. Считаем для каждого из них значение, качество, потом усредняем. Получаем такое, возможно, более, более, скажем так, честное, что ли, честную оценку нашего качества алгоритма, потому что, ну, как бы, вот это вот случайное разделение на две выборки train и теста могло бы случиться так, что у нас вот в трене какие-то слишком хорошие примеры, в тесте какие-то слишком плохие примеры, а так мы как бы еще больше добавляем случайности немножко, потому что мы хотим как бы оценить для разных вот этих вот выборок случайных наше качество, то есть для разных вариаций, то есть получается. Могли бы, в принципе, просто случайно пять раз еще поделить на train-test и то же самое произвести и взять среднее тоже, в принципе, вариант, но так редко делают, обычно просто разделяют на пять частей, потому что они как бы непересекаемы. Вот. Когда вы просто пять раз случайно сделаете разделение на train и тест, то у вас мог train плюс-минус сильно не измениться, вот, тогда такое разделение на пять раз, пятиразовое изучение качества довольно странно. Вот. Более того, как бы cross-validation можно, конечно, писать руками, но он есть, например, вот в этой библиотеке, вы можете его использовать. Давайте я сразу все остальное вам покажу. Train-test split sclern, knn sclern, regressor. Короче, библиотека sclern, там почти все алгоритмы машинного обучения существуют. Ну, такие стандартные, скажем. Вот. Ну, и всякие, помимо самих алгоритмов, самих машинного обучения, есть еще какие-то вспомогательные, скажем так, функции, как, например, train-test-split, вы кладете в нее ваш x, y или там большее количество нампай-ареев, указываете, в каком соотношении вы хотите поделить на train-test, оно вам выдает, ну, вот, например, взяли x, y, хотим в соотношении 0.66 и 0.33 поделить, и оно нам выдает train-test для первого арея, и train-test для второго арея, который является x, y. Вот, они как-то там делятся случайно. Вот, для кросс-валидации, вот, здесь в качестве estimator нам нужно указать функцию, которая, вот, как бы будет модель обучать, ой, которая является нашей моделью, которая можно обучить. Вот, x, y, собственно, наши данные, ответы и объекты, не отвернись, я ничего не нажала. Вот, и в качестве параметра cross-validate sv, это может быть просто число, насколько фолдов мы хотим поделить, наше, по-моему, да, вроде бы, насколько мы хотим фолдов поделить и оценить. То есть, оно нам возвращает, собственно, чуть-чуть более сложно устроено, чем я говорю, но почитав документацию, в принципе, можно разобраться, но прямо сейчас это нам вот не нужно. Вот, например, здесь вот лассо, это функция, которая модель обучить можно, x, y и c, v равно 3, и оно нам выдает три значения для каждого фолда качества, как бы, нашей функции. Вот, потом это можно усреднить и как бы видно, что, например, для вот этих двух вариаций разделения наших данных хорошо работает функция, а вот для первого не очень хорошо, то есть, значения сильно отличаются. Поэтому, как бы, от того, как мы делим наши данные и как мы оцениваем качество нашего алгоритма, очень много может зависеть. Ну, соответственно, если бы мы просто обучали алгоритм и на нем, на нем же, на всем проводили тестирование, то с большой вероятностью можно найти такой алгоритм, который идеально, дает идеальное качество на этом трене, вот, но на новых данных оно будет вообще не работать. Вот, ну, здесь вот мы просто для примера для разных касс смотрим, какое качество, почему, почему тебе не нравится, а, кв-скор, а здесь кв-лосс, давайте упомянем кв-скор, не знаю, как бы мы разделили наши данные на трен и тест, взяли первую, первые две трети и последнюю треть, вот, ну, то же самое делаем, что мы делали в EPE, мы считаем сумму ошибки по по нашим данным, да, для тестовой уже части, вот, ну, видно, что здесь вот на самом деле хорошее значение лежит не в, не как это было в предыдущем примере, от 30 там до 50, а на самом деле вот чуть меньше 30, там, где-то 25, 20, хорошее значение, так, чтобы на тестовых данных оно как бы сработало, вот, ну, мы могли бы, например, взять, немножко лень писать, взять, типа, не первые две трети, а последние две трети, ну, вот так, мы можем посмотреть, как будет наш алгоритм показывать себя, давайте я скопирую это, чтобы у нас тот результат не потерялся, ну, сэмулируем такой кросс-валидацию нового, типа, на другом разбиении фолдов, оно будет чуть-чуть, наверное, отличаться, ну, да, видно, что оно прям даже сильно отличается, мы взяли теперь в качестве, правильно ли же, да, мы взяли две трети, последние две трети мы взяли, нет, не совсем правильно, я немножко тут влажала, должно быть скобочка, иначе он делает минус n, хотя, наверное, это же там операции не важны, меня смущает, насколько оно сильно различается, если честно, ну, окей, оно сильно различается, то есть, вот мы взяли, посчитали для первых две трети в качестве обучения, здесь в качестве последних двух третей, уже качество чуть-чуть отличается вот здесь, например, и в начале тоже какие-то странные вещи, вот, но все равно видно, что примерно идеальное значение лежит где-то вот здесь, вот, это, в принципе, про кросс-валидацию все, и у нас уже кончился семинар, вот, я вам предлагаю потренироваться и написать, переписать чуть-чуть, модифицировать функцию, которая у нас была KNN-регрессор, и сделать так, чтобы в конце у нас считалось не среднее для регрессии, как если бы мы решали задачу, а вот здесь, чтобы нам выдавалась как бы мода вот этих вот классов, которые есть у к ближайших соседей, вот, ну и можете, например, попробовать нарисовать там, не знаю, какие-нибудь графики такие же, типа, только нам единственное, нужно будет, соответственно, генерировать данные не как просто какие-то точки, там, класс, нужно, чтобы было целое число, вот, ну и можете, в общем, можете просто потренироваться и написать что-нибудь еще своими руками, вот, здесь, в принципе, достаточно поменять одну строчку, и, соответственно, чтобы сгенерировать данные, нужно немножко по-другому генерировать, чтобы они были, например, не знаю, на двумерной плоскости, там, точки у вас, ну, как здесь было в визуализации, давайте у нас два класса, да, ну, у нас есть какие-то там две гауссианы, не знаю, у одной класс первый, у другой класс второй, вы можете посмотреть, ну, условно, там, x1, tnp, random, random, да, ладно, давайте normal, чтобы прям красиво было, одна там в минус 1, 1, ой, минус 1, 1, ну, у него там какой-нибудь 0,5, и size у нее, не знаю, 20 точек в двумерной плоскости, вот, соответственно, x2 будет лежать, не знаю, в 1, минус 1, тоже такое, ну, давайте чуть-чуть поменьше, мы сделаем точек чуть побольше, тоже в двумерной плоскости, ну, и тогда y1, это p, once, размеры 20, умножить на 0, ладно, хорошо, импозируюсь, надо было импозируюсь, в общем-то, это не очень важно, через, я просто хочу сделать, чтобы у меня было два массива, которые отвечают за ответы, здесь это once, первый класс и второй класс просто, вот, вот, с кидер, x1, x2, ой, x1, например, первая наша гусяна выглядит как-то так, но мы ей лейбл сделаем, ну вот, первая, вторая гусяна. Ну, и, например, там у нас был бы какой-нибудь X-тест, какие-то часть точек отсюда, часть точек отсюда, и мы можем обучить наш X-train это NPHVStack X1 и X2 Y это NPHVStack Y1 Y2 V-садка AppleTest Gator можно прям в одну всю вещь написать, в одну строчку, x1, и color, наш y. Вот, у нас первый класс, второй класс получился. Вот, потом можем заимпортить escalern, как там было, model selection, по-моему, да, model selection, разделить случайно на две части. train, test, split. Вот, наш x, наш y, и test size у него, например, будет 0,4. Давайте только точку побольше сделаем, точка маловато, мне кажется. 200 и 300, например. И, 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 и. Можете просто потом скопировать отсюда вот эту часть, чтобы проверить работу своего KNN-классифайера, который вы напишите, если захотите, конечно. Вот. Вот. Ну, и туда наш KNN, ну, не regression, конечно, все паер. должен обучаться на X3, Y3 и предсказывать для X-теста по какому-то там K. Вот. Вот. Можете даже попробовать реализовать эту функцию для того, чтобы у вас X-ν была не только одна точка, а там массив точек, типа M-точек. Вот. Попробовать можете. Собственно, как посчитать расстояние между двумя range? Давайте быстренько покажу. Я вроде показывала на прошлом семинаре, но у нас есть, например, массив из двадцати точек. 20 точек, у него будет shape, типа 10 точек в двумерной плоскости, вот. Ну, и B тоже самое, только давайте вот так. Что тут 10? Нет, 10, все верно. Ой, только не A, теперь B. Ему не нравится логично. У нас вторая граница не включительна, поэтому. Вот. Если мы сделаем просто A минус… Давайте только, наверное, здесь я сделаю 50, чтобы у нас было разной еще длины. То есть, как будто бы, если у нас… Сейчас. 2, 20, это здесь должно быть 60. Ну, вот у нас 10 точек двумерной типа плоскости и 20 точек двумерной типа плоскости. Ну, здесь целое число просто для быстро. Если мы просто делаем A минус B, но оно тут скажет, что-то я не могу ничего с этим сделать, у меня ничего не работает. Вот. Здесь я советую попробовать сначала применить трюк, что мы хотим сделать, точнее, что мы хотим как бы получить от наших A и B. Как бы мы хотим получить двумерный массив в расстоянии между 10 точками из A и 20 точками из B. То есть, в итоге мы хотим получить матрицу 10 на 20. Но в арсенале мы имеем матрицу 10 на 2 и 20 на 2. Вот. В расстоянии, ну, то есть нам там взять норму от разницы A минус B. Но давайте мы можем, в принципе… Ну, да, давайте норму как бы не главное. НП, линалк, норму. От чего мы бы хотели взять? Уже от разницы. То есть от наших как бы там какого-то D. Вопрос потом только какой D. Мы бы хотели взять, как мы брали до этого, по оси, в которой вот эта двоечка стоит. Где там это было? Быстренько сейчас покажу. Если, кстати, вам нужно куда-то идти, вы можете идти. Просто те, кто остаются, это все равно будет запись, и я оставлю. Вот. Здесь мы брали линалк-норм по оси, которая отвечает за как бы нашу размерность массива, то есть D. Размерность пространства, правильно говорить. Вот. Здесь бы мы сделали то же самое. Мы бы хотели как бы убрать вот эту вот двоечку. Вот. Ну, в данном случае у нас уже вот это наш большой D. Где здесь это было всего? Да. Здесь у нас был бы D. Это массив 10 на 20 на 2. О, все ушли. Ну, хорошо, я все равно закончу, чтобы было. Вот. Даже никто пока не сказал. Вот. Вот. Вот так. А наше C мы бы хотели в итоге, чтобы было размером 10 на 20, в котором уже лежат наши расстояния. Наше расстояние между точками. Наши разницы между координатами точек из двух сабсетов. Мы бы сделали это вот так. Мы бы добавили лишнюю размерность, чтобы здесь у нас был массив 10 на 1, на 20 и на 2. А здесь был бы массив 1 на 10. Ой, нет. Что я говорю? Здесь был бы массив A не 10 на 2, а 10 на 1, на 2. Здесь был бы массив 1 на 20 на 2. И тогда бы наш братка сработал, потому что у нас либо совпадают размерности, в данном случае двоечка, либо они различаются. Одна из них единичка. В данном случае это NAN работает за единичку. Вот. Тогда мы бы считали бы орд равно 2, а аксесс равно уже мы берем по последнему, это 2. Ну и вот у нас получилось бы 10 на 20 наше расстояние. Вот так. Ну, на этом мы закончим. И рекординг будет выложен.